Завершение налоговой кампании, новые требования по установке зимней резины и ужесточение правил оборота некоторых лекарств. С декабря в России произойдет несколько важных изменений, которые так или иначе коснутся большинства жителей Мариэл. 2 декабря заканчивается кампания по уплате имущественных и транспортного налогов. Заплатить их в полном объеме можно и позднее, но уже со вторника на сумму задолженности начнут начислять пени за каждый день просрочки. Если вам вдруг не пришло уведомление, следует обратиться в территориальный орган налоговой службы. Оплатить налоги можно как в ходе личного визита в отделение ФНС, так и на сайте ведомства, а также с помощью банковских сервисов. С декабря в России ужесточается ответственность за незаконный оборот нескольких лекарств. Под уголовную статью теперь подводятся нарушения при обороте тропикамида, тепентадола и приголобина. Отныне все три препарата включены в список наркотических веществ. За их незаконный оборот предусматривается уголовное наказание. С началом первого месяца зимы обязательной для российских автовладельцев стала установка зимних шин, но требования носят рекомендательный характер. В соответствии с техрегламентом зимнюю резину нужно в обязательном порядке устанавливать на легковые автомобили и грузовики полной массой до трех с половиной тонн. В ГИБДД напоминают, что установка сезонной резины на зиму, несмотря на отсутствие наказания, важна с точки зрения безопасности всех участников дорожного движения. Еще одно нововведение заключается в том, что с декабря расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него вошли духи и туалетная вода, автопокрышки, некоторые предметы одежды и фотоаппараты. Требования вводятся с целью борьбы с контрафактными товарами. Субтитры создавал DimaTorzok